С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. В Севержилкомсервисе проводится служебная проверка по факту выставления двойных счетов за топливо жителям Бугрино. Разобраться в ситуации руководству Заполярного района поручил временно исполняющий обязанность у губернатора Ненинского округа после поездки на остров. Жители региона, которые по каким-либо причинам не смогут прийти на свой участок в день голосования, смогут реализовать свое право, не выходя из дома или по месту фактического нахождения. Прием заявлений уже стартовал. Средневековая женская подвеска, фрагменты керамики и металлический шлак. На территории Ненинского округа обнаружено старинное поселение. Среди артефактов необычный предмет, назначение которого предстоит определить. Пока в центральной части России жители регионов наслаждаются светением садов и скверов, нырянмарцы радуются тому единственному, что подготовила для них суровая северная природа. Планируется ли озеленение города этим летом и что стоит ждать жителям Заполярной столицы? За минувшие сутки в Ненинском округе выздоровели два пациента, перенесших коронавирусную инфекцию. Один из них – житель Нырянмара, получавший лечение в стационаре Ненинской окружной больницы. Второй пациент сначала лечился амбулаторно на УПН Варандейское, затем был переведен в стационар Усинской центральной районной больницы, откуда был выписан накануне. Таким образом, с начала пандемии общее число выздоровевших достигло 70 человек. Новых случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день не зарегистрировано. Общее число инфицированных остается на уровне прошлых суток – 90 человек. Всего на лечении находится 18 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекцией. Стационарное лечение в Ненинской окружной больнице на текущий момент получают 8 пациентов. Это 5 человек с Харияги, 2 с округа и 1 иногородний. В северном лечении на месторождениях находится 10 человек, в том числе 9 на Харияги и 1 на западном Хасидаюм. На самоизоляции в домашних условиях в Нарьянмаре и поселке Исхадилий находится 405 человек. Под наблюдением врачей на Хариягинском месторождении 444 человека, еще 40 на западном Хасидаюм. Сняты с контроля 1601 человек. Всего с начала пандемии в регионе проведено 3750 исследований на коронавирус. В Север-жилком сервисе проводится служебная проверка по факту выставления двойных счетов за топливо жителям Бугрино. Разобраться в ситуации руководство Заполярного района поручил временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа после поездки на остров. Людям были выставлены двойные платежки. Более того, каким-то странным образом выставили счета за бензин людям, которые в очень зрелом возрасте, и у них даже снегоходов нет. О том, как решается вопрос с выставлением двойных платежных документов жителям Бугрино, в ходе еженедельного оперативного совещания сообщил заместитель главы администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Олег Холодов. Держим на контроле, не забыли, проводится служебная проверка. Сколько, как долго она будет проводиться, когда мы людям дадим ответ, почему им пришли эти платежки, и, ну, естественно, они повторно платить не будут. Предварительные итоги подведены, часть материалов направлена уже в ОВД, поскольку есть люди, с которыми мы, ну, уже уволены, и с которыми мы не можем разобраться по... В рамках служебной проверки. Он также добавил, что в начале июля в Бугрино направится представитель бухгалтерии предприятия, чтобы на месте провести работу с документами. Избирательные комиссии готовятся к проведению общероссийского голосования. Оно состоится в среду, 1 июля. Участники голосования, которые по каким-либо причинам не смогут прийти на свой участок в день голосования, смогут реализовать свое право, не выходя из дома или по месту фактического нахождения. Для этого необходимо подать заявление в комиссию, например, воспользовавшись порталом госуслуги. Прием продлится до 14 часов 21 июня. Кроме того, можно обратиться непосредственно в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Прием заявления стартовал накануне вечером и продлится до 17 часов 1 июля. На любом избирательном участке можно открепиться и закрепиться за другим, как в границах округа, так и за его пределами. От заявителя потребуется только документ, удостоверяющий личность. Лично подать заявление об откреплении можно до 14 часов 21 июня включительно. УИК работают с 17.30 до 21.30 в будние дни, с 12 до 16 в субботу и с 10 до 14 в воскресенье. Также до 1 июля включительно до 17 часов можно подать обращение о предоставлении возможности проголосовать вне помещений, то есть на дому. Напомню, что в целях минимизации рисков заболевания в период эпидемиологической обстановки голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации продлится 7 дней. Так, с 25 июня по 30 июня с 12 до 20 часов участники голосования, зарегистрированные на территории своего участка либо подавшие заявление и прикрепившиеся к данному участку, могут в любой из шести дней прийти на участок и проголосовать. Понадобится только паспорт. 1 июля все избирательные участки откроют свои двери в 7 часов утра и закроются в 20 часов. Работать членом комиссии придется в соответствии со строгими санитарно-эпидемиологическими требованиями. В Неницком округе продолжается летняя кампания по трудоустройству подростков. Этим летом трудоустроены 245 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Из них 23 подростка работают в населенных пунктах. Участие в летней кампании по трудоустройству принимают 42 организации. В рамках организации временного трудоустройства подростков на начало 2020 года учреждениями и организациями муниципальных образований Заполярного района было заявлено 107 вакансий. Однако желающих трудоустроиться оказалось намного больше – 307 человек, проживающих в сельской местности. Из них на сегодняшний день приступили к работе 23 человека. К сожалению, в этом году у нас небольшое количество в июне трудоустроено. Связано это прежде всего с тем, что у нас эпидемиологическая ситуация не совсем стабильная. И работодатели в этом году принимают в два раза меньше в кампании по трудоустройству, чем в прошлом году. Но мы не теряем надежды. Мы обратились к главе Заполярного района, чтобы они рассмотрели вопрос. Также глава муниципального образования, чтобы они рассмотрели вопрос и подыскивали потенциальных работодателей для наших подростков. Есть такое предприятие, как Северный Комсервис, например, который представлен в каждом муниципальном образовании. Они бы могли трудоустроить ту категорию, которая изъявила желание трудоустроиться. Работодателям в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора необходимо организовать работу посменно с соблюдением дистанции. Обеспечить подростков средствами индивидуальной защиты, медицинскими масками, антисептиками и перчатками. Однако некоторые муниципальные образования ждут снятия ограничительных мер, чтобы начать летнюю кампанию по трудоустройству подростков. Муниципальное казенное предприятие «Великолистический животноводческий комплекс» готово принять это заустроить 10 подростков после снятия ограничительных мер. В этом году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции компания по трудоустройству подростков имеет ряд особенностей. В ней принимают участие в два раза меньше работодателей по сравнению с прошлым годом. Именно поэтому в нескольких муниципальных образованиях было принято решение вовсе не проводить летнюю кампанию по трудоустройству. В этом году подростки у нас предоустроены на территории нашего муниципального образования не будут, как, впрочем, и в прошлом году. Дело в том, что ранее мы предоустраивали подростков в две школи. В связи с тем, что в законодательстве вступили изменения, все эти возможности уже нет. И организации, которые были заинтересованы в труде подростков, на территории нас тоже отсутствуют. Добавлю, с целью недопущения распространения коронавируса было принято решение, что подростки будут работать не более 14 календарных дней. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север. Пандемия внесла свои коррективы не только в летнее трудоустройство подростков, но и в организацию детского досуга. Чтобы подрастающее поколение могло с пользой провести свободное время, в округе был дан старт онлайн-проекту «Каникулы в НАУ». В частности, на базе «Дюцлидер» организованы занятия с детьми по различным направлениям, в том числе физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, художественное, техническое, естественно-научное и туристко-краеведческое. Ребята участвуют в мастер-классах и онлайн-викторинах. С удовольствием посещают различные лекции. Все эти мероприятия проводятся посредством различных онлайн-платформ и социальных сетей. Также в каникулярное время на стадионе детского и юношеского центра «Лидер» тренеры-преподаватели проводят с детьми занятия на свежем воздухе. Ознакомиться с расписанием занятий и мероприятий проекта «Каникулы в НАУ» можно в группе ВКонтакте на страничке регионального модельного центра дополнительного образования детей Неницкого автономного округа. Традиционно в летний период детские сады закрываются на плановый ремонт. Это время совпадает с отпусками, поэтому посещаемость дошкольных учреждений становится ниже, а основную нагрузку берут на себя дежурные детские сады. В настоящее время в округе эти функции выполняют 14 дошкольных учреждений, в которых открыты 89 групп. 13 детских садов закрыты на плановый ремонт. На подготовку к новому учебному году первыми закрылись городские сады «Аннушка», «Гнездышко», «Сказка» и «Семицветик». Также приостановлена работа дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Омы, Каратайки, Индиги, Харуты, Хангурея, Оксина, Коткина, Лабожского и Великовисочного. Закрытие детских садов происходит постепенно согласно графику, составленному с учетом нагрузки, плановых ремонтных работ и сезона отпусков. Детей из них переводят в дежурные детские сады, которые функционируют все лето. Для перевода родителям необходимо заранее сообщить о необходимости предоставления места заведующему сада, в котором числится ребенок. Прием в дежурные группы осуществляется при наличии справки медицинской организации о состоянии здоровья ребенка. Средневековая женская подвеска, фрагменты керамики и металлический шлак. На территории Ненинского округа обнаружено старинное поселение. Среди артефактов необычный предмет, назначение которого предстоит определить. Важные исторические находки были сделаны в ходе археологической экспедиции сотрудниками музейного объединения Ненинского округа. Археологи провели разведку обширной территории, расположенной примерно в 2,5-3,5 километрах с северо-восточной деревни Куи, а также участков побережья озер Сухого и Зимний Киртуй. Берите на себя внимание, что тут подвеска. Она очень хорошо сохранилась. Эта медная подвеска некогда принадлежала средневековой жительнице этих мест. Её, как и другие предметы, обнаружили во время археологической разведки в нижнем течении реки Печора, в 2,5-4 километрах с северо-восточной деревни Куя, на обширных песчаных выдувах. Здесь и обнаружилось поселение эпохи Средневековья. Оно располагается в труднодоступном месте, окружённом водой. Два дня работы принесли отличный результат. Вот, я чуть позже покажу более детально. Вот, например, одна из них, так называемая лапчатая подвеска, это её часть, можно сказать, одно звено. Такие находки, распространенные в том числе на территории нашего региона, например, найденные на Хебеде по дарском жертвенном месте в Большей земельской тундре, они датируются, как правило, 11-14 веком. То есть это так называемое высокое Средневековье. И распространены они не только на территории нашего региона, но и по всей европейской части нашей страны. Археологи заложили на месте три шурфа. В одном из них обнаружилась ещё одна ценная и в то же время необычная находка. Она как раз-таки была найдена нами в шурфе. Пока не совсем понятно, что это. Скорее всего, это обломок, возможно, предмета культа, культового литья, или предмета утилитарного, повседневного назначения, возможно, часть оформления ножа или ножиц для ножа тоже. Пока непонятно, мы с коллегами пытаемся добиться разрешения этого вопроса. Ещё были найдены несколько фрагментов керамики. Вот они здесь находятся чуть левее от меня. Некоторые из этих фрагментов имеют орнаментальные мотивы. Они имеют аналоги с теми находками, которые уже были найдены на территории нашего региона, в частности, на известном памятнике Югорская сопка. Среди находок археологов металлический шлак. Несмотря на некоторую непрезентабельность, важный экземпляр подтверждающий, что местные жители занимались металлургией. Ещё одно подтверждение этому – несколько наконечников стрел. По всей видимости, этот памятник относится к кругу памятников, который выделен Александром Михайловичем Мурыгиным, получённым из города Сыктывка, и обозначен им как Нижнепечёрский или Новоборский культурный тип. Это целый ряд памятников, в частности, городище Новый Бор. Они находятся рядом с одноимённым населённым пунктом в республике Коми. Также к этому кругу памятников относится такое поселение, как Югорская сопка, городище Кобылиха и некоторые другие. Перечислять их всех я сейчас не буду. Правила эти памятники по радиоуглеродным датам, та же Югорская сопка, датируются примерно 4-7 веками, то есть ранним средневековьем. Полученные во время экспедиции находки пополнят фонды музейного объединения. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Пока в центральной части России жители регионов наслаждаются цветением садов и скверов, дейнмарцы радуются тому единственному, что подготовила для них суровая северная природа – цветением черёмухи и рябины. Увидев большие и маленькие деревья, обсыпанные белыми соцветиями, кажется, что и к нам наконец-то пришло лето. Строчка из всеми любимой песни гласит «Пусть на Рейнмаре не цветут каштаны, пусть на Рейнмаре не шумят сады». Однако каждый северянин знает не понаслышке, что весной нам очень не хватает ароматных цветущих деревьев. Не хватает нам буйства красок и в летний период. К сожалению, в северных широтах в городской черте насладиться можно лишь цветением черёмухи, рябины и шиповника. Но, несмотря на это, жители Заполярья не теряют надежды и пытаются расширить список произрастающих на севере деревьев и кустарников. Каждый год даёт побеги, а растение нисколько ничего не растёт. А сколько лет назад вы её посадили? Ой, лет пять или шесть даже. Валентина Андреевна оберегает свою маленькую сирень, надеясь, что однажды она всё-таки увидит её цветение. Но в заполярных широтах этот кустарник не успевает окрепнуть за короткое лето. А вот туя, привезённая из Центральной России, прижилась и даже понемногу набирает рост. Заботятся они хозяйка, как о детках. Настолько они пока хрупкие. Верхушку как маленькую ещё срубили. И вот она в два ствола пошла. Подстригать мне её жалко. Относятся к деревьям как к родным и на соседней улице. Здесь Владимир Михайлович не один год высаживает на своём участке всевозможные растения. Что-то заимствовал из ближнего леса, что-то привозили знакомые из тёплых краёв. А вот тут у меня ещё есть астинка. Она ещё маленькая. Но ничего, она прижилась. Отпривозили откуда-то? Мне товарища дал. У него был ремонт возле дома. Он сказал, говорит, затопчем, забирай. Вот я где-то в прошлом или позапрошлом году забрал. Среди зелёных питомцев шиповник, ели и даже сосновый кедр. Радуют своим цветением хозяев и прохожих рябина, черёмуха и шиповник. За всеми нужна минимальная, но всё же забота. Единственный уход у меня, в общем, когда я привожу небольшое деревце или куст, вот когда они маленькие, их надо поливать. Вот хорошо, года два, наверное, вот, чтобы там была влага, влага, влага. А потом, я вот сейчас уже не поливаю давным-давно. Единственное, что вот когда жарко, я там ведро, полведра вот где-то везде разношу во время жары. Ну, это уже вечером, чтобы не испарялась вода. Вот это главное. Если в частном секторе озеленением в основном занимаются владельцы домов, то в центральной части города нужна сторонняя помощь. Так, в этом году на территории Нарьинмара планируется высадить более ста деревьев, в основном берёз и елей. Саженцы будут изыматься в местах санитарных зон, под линией электропередач, либо на водозаборе. Ориентировочно у нас есть места, а также мы принимаем заявки от ТОС, от многоквартирных домов, где будут высажены деревья, где планируется там высадка деревьев. И в этом году, кроме нас, то, что у нас в муниципальном задании по посадке, да, по озеленению города, также активно принимают участие, вот тоже территориальное общественное самоуправление, многоквартирные дома, советы. То есть они как бы ещё дополнительно несут свои как бы и расходы, и участвуют в различных грантах, конкурсах, чтобы получить финансирование, либо как раз эти материалы для высадки, для озеленения города. Заявку на озеленение можно оставить по номеру телефона 4 00 53. Высадка планируется в самое оптимальное для этого время на Крайнем Севере, с конца сентября до середины октября. Во-первых, мы примем заявку, посмотрим, где это, чтобы единичного не было, лучше коллективную заявку сделать, потому что бывало, что и с одного дома там делают 10 заявок, то есть вроде как и совет дома есть, а все как-то в разнобой получается. Лучше собраться дома, обговорить, кто будет у них ответственное лицо, определить место посадки деревьев, то есть выйдем, посмотрим, и тогда уже специалист также будет от нашей организации, и посмотрим, где можно садить, где нельзя садить, чтобы там не было коммуникаций. Ну а в ближайшее время, до конца июня, в городе появятся вазоны с цветами. Всего будет высажено более 16 тысяч цветов. И каким бы холодным ни было наше лето, свои краски оно подарит северянам в любом случае.